Так, друзья, всем привет! Вы на канале Сиршафта, и сегодня у меня будет рубрика распаковки посылочек с Алиэкспресс. И сегодня у меня будет одна из самых крутых карточек памяти для записи 4К видео. И это флешка SanDisk, которую заказал с Алиэкспресс. И сегодня мы с вами ее распакуем, потестируем. Я вам скажу, стоит ли ее покупать или нет. Ссылочку на данную флешку я оставлю в описании. Собственно, посылочка пришла, отслеживался все по треку, поэтому я знаю, что там внутри. И там у нас флешка. Шла посылочка 30 дней, трек-номер отслеживался, стоил 1443 рубля. И сейчас мы с вами будем распаковывать и смотреть, что там внутри, и что это за флешка. И сравним ее, наверное, с чем-нибудь, то, что у меня есть сейчас. Так что давайте, погнали на стол, тестировать и проверять. Все, погнали распаковывать. Так, друзья, вот мы уже на столе, вот у нас ожидает здесь наша посылочка. Давайте распакуем, посмотрим, что же там внутри пришло. Погнали распаковывать. Я еще думаю, что шла долго все-таки из-за того, что была вот эта глобальная распродажа, черная пятница. И, соответственно, все шло намного дольше. Погнали. Все, в пакете больше ничего нет. Здесь еще все аккуратно завернуто в такую пупырочку. Раз, два. Две пупырки, внутри лежит коробочка. Да, соответственно, очень много китайского языка. Но я надеюсь, это все-таки оригинальный продукт, и он соответствует. То есть режим чтения 170 мегабит, а режим записи должен быть в районе где-то 90. Здесь мы видим цифры 170 чтения, 90 записи. В принципе, для 4К записи это отлично. Два года гарантии. Также здесь есть код для проверки на оригинальность. Формат флешки SDXC UHS-1. Сейчас в данный момент у меня установлена вот такая вот флешка. Сейчас я вам даю на нее ссылочку. Можете пройти вот здесь видосик и посмотреть, что у меня сейчас стоит. Это Samsung Pro. Так, поехали распаковывать. С какой стороны к ней подобраться? Может быть вот здесь. Так, все, распаковали коробку. Внутри нас ждет вот такой вот блистер. Здесь еще есть софтина для восстановления данных с кодом. Код, соответственно, я заклеил. У вас, когда придет, у вас код будет. И с этой стороны у нас находится карта памяти. Так, для распаковки здесь имеется вот такая вот из-за пленочки. Срываем ее. Внутри нас ждет вот такая вот замечательная Xtreme Pro версия SanDisk. Коробочки для переноски очень удобная тема. Блин, и хорошо, что они есть в комплекте. Здесь вот указано, что сделано в Китае. И указан серийный номер. С передней стороны указано, что это SDXC класс U3. В скорости мы сейчас передвинемся на рабочий стол компьютера. И потестируем ее на скорость. Вот такая замечательная флешка. Все, давайте погнали на рабочий стол тестировать специальной программой скорости данной флеш-карты. Погнали на рабочий стол. Итак, друзья, собственно, сел монтировать ролик. Ролик у меня, эта флешка была распаковка декабрьская. А сегодня у меня март. Вы представляете, марта. Я только монтирую еще ролики, которые были в декабре. Собственно, флешкой получается, пользуюсь уже январь, февраль, март. То есть третий месяц. И могу сказать, что это очень положительная флешка. Никаких нареканий. Все на нее записывается отлично. Сейчас, между прочим, я записываю на нее же. Вопросов вообще по ней никакой нет. И, соответственно, сделал тогда тесты еще когда распаковывал. И сейчас я вам предложу небольшие скринчики. Первый сейчас скринчик, видите, это как раз вот скорости непосредственно с флешки Samsung. И вот вам, пожалуйста, второй замер скорости флешки Samsung Pro. Следующий скрин, это у нас как раз уже флешка SanDisk. Первый проход. Вот такие вот скорости вы видите. Скорость чтения 87. Скорость записи 80 почти 4. Очень неплохой результат. Но на самом деле эти результаты могут быть еще лучше. Заявленных 170 мегабит я от этой флешки при чтении вообще не заметил. Я думаю, что картридер, возможно, ограничен. Он может быть под 90, но все, в принципе, подключено USB 3.0. И скорости должны быть побольше. Сейчас вы видите скринчик второй уже. Это у меня второй замер скорости на этой флешке был. 92 чтения и 82 записи. Остальные показатели я вообще не тестирую. Но, в принципе, их можно посмотреть и сравнить. Если кому-то интересно, можете перемотать, поставить на паузу, переписать и так далее. Но, повторюсь, заявленных 170 мегабит чтения на этой флешке нет. Но флешка соответствует. Очень было важно, чтобы она была не микро-SD, а непосредственно SD. Чтобы ничего там внутри не вынимать, не выставлялось, не ломалось. Ну и так далее. Собственно, могу эту флешку порегонировать. Ссылочку на нее оставлю в описании к этому ролику. Проходите, заказывайте. Эти флешки стоят в два раза дороже в России. Поэтому есть повод заказать. Тем более, все равно это все приходит. И доставки уже начали приходить. Несмотря на все вирусы и так далее. На этом у меня сегодня все. Друзья, не болейте. Всем хорошего настроения. Берегите себя. Берегите своих близких. И еще увидимся. Всем пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok